Всем привет! На днях сделал очередной, уже 22-й, шаг на затянувшейся дороге к джиму гири 70 кг на ПАПА. Как я планировал, провел тренировку на гири, в которой есть возможность справа регулировать вес. Изначальный вес 51,5 кг и можно прибавлять, прибавлять и прибавлять. Как я уже говорил, до 90+, при заполнении свинцами, свинцовыми блинами и до 110 кг. Перед этой тренировкой я ее дополнительно модернизировал. Было несколько сложно закручивать донышко, которое было на внешней резьбе, на большой резьбе, надо было ровно выставлять. Это занимало достаточно много времени, это было не совсем удобно. Особенно, когда блины были надеты на шпильку, которая была приварена в донышко. Я ее модернизировал, процесс очень сильно упростился, облегчился. Варил на дно гири гайку и в эту гайку вставляю шпильку М24, гайка М24 и шпилька М24. Соответственно, ставил шпильку через гровер, зажал другой гайкой. И на эту шпильку можно теперь одевать блины, быстро, оперативно фиксировать их гайками на разной высоте по желанию. И таким образом, быстро и оперативно менять блины во время тренировки. Ну, а если донышко, когда до него дойдет дело, ну, можно прикрутить и донышко. Донышко я еще в дальнейшем планирую дальше модернизировать. Я снял видео, как это будет выглядеть. Кому интересно, можете посмотреть. Итак, перейдем к тренировке. Как я уже говорил, норильская гиря, это была моя первая полноценная тренировка с норильской гирей. Я начал разминаться, дошел до стартового веса. Напоминаю, стартовый вес 51,5 кг. Но гиря оказалась не так проста в подъемах. Я уже несколько раз говорил и в обзоре, и раньше, что гиря очень большая размером. У нее очень длинная душка, толстая душка, 50 мм. То есть, ее сложно разворачивать, когда делаешь заброс. Для меня особенно сложно, поскольку у меня сейчас проблемы с забросом. То есть, гиря оказалась совсем не такая простая. К тому же, душка мне пришлось отшлифовать. В результате требований, технологии. Ну, так получилось, когда я ее делал, что ее пришлось отшлифовать. И она достаточно сложно держится в руке, несмотря на то, что большого диаметра. 10 мм, напоминаю, диаметр. Хочу сказать сразу, забегая вперед. Я думаю, что я выложу, учитывая, что это первая тренировка с норвейской гирей, я выложу все попытки, в том числе и неудачные. Дошел я до стартового веса. 51,5 кг. И, к сожалению, сумел ее взять в стойку только с третьей попытки. То есть, первые две были неудачные. Следующий вес я на ней поставил. 57,5 кг веса. И со второй попытки достаточно уверенно подрал и этот вес. И дальше я пошел уже на вес 62 кг, учитывая, что это будет мой опять личный рекорд. Но личный рекорд, не вообще личный рекорд, так-то личный рекорд у меня 68 кг. Именно на дороге, на которой я сейчас иду, именно на дороге, на этом процессе, 62 кг, это было бы у меня высшее достижение, скажем так, на этой дороге. И мне удалось с первой попытки достаточно уверенно пожать этот вес. И снизил вес, сделал еще, решил сделать так называемые одиночные повторы. По совету одного из моих подписчиков на небольшом, сравнительно небольшом весе, я его взял 58 кг, у меня уже было собрано самодельное гиле 58 кг с дужкой 50 мм. Впережок убытки достаточно легко взял, в стойку достаточно легко выжил. Даже уже начал задумываться, что сейчас-ка я ее и на три раза попробую сделать, но, к сожалению, в последующих двух попытках, я ее не смог забросить даже в стойку. И решил на этом пока прекратить, учитывая, что и так было неплохое для меня достижение, 62 кг именно на норильской гири, которые, еще раз повторюсь, сложные, сложные для жима на попа, ну, по крайней мере, для меня. И вот 62 кг, я думаю, что это неплохой результат. На этом закончил с жимами на попа и завершение тренировки для жимовой силы рыбарки я пожал, сидя, сидя низко, на низкой скамейке, я пожал две высовые гири, но я складываю их одной рукой, складываю их вместе, как-нибудь покажу. Я, по-моему, еще не показывал движение, которое, в общем-то, очень хорошее вспомогательное упражнение именно для жима на попа, именно для жима. Я взял две гири, у меня было 25 и 18 кг, общий вес получился 43 кг, и я, в общем, свободно, не могу сказать, что совсем легко, но более-менее легко я сделал 4 подхода по 10 раз. И на этом закончил и тренировку, и свой очередной 22-й шаг на дороге к жиму гири 70 кг на попа. Движение продолжается, буду пытаться поднять теперь уже 3-х пуговую старинную гирю Ивана Бераташвили. Я чувствую, что я уже очень близок к этому, и надо просто пробовать. И планирую также отрабатывать, более активно отрабатывать взятие стойка, поскольку это у меня, ну, я уже много раз это повторяю, это мое слабое звено. Но, к сожалению, оно сейчас очень сложно для меня тренируется, и прогресс, ну, скажем так, не очень значительный, можно сказать, даже минимальный. На этом все. Всем удачи, тренируйтесь и без травм. Спасибо. Спасибо.